А пока переходим к следующему докладу. Наш следующий доклад, который в программе отмечен как секретный, это строим правильные воронки и прокладываем туннели продаж в CRM Bittrex 24. Здесь мы будем говорить о воронках и о туннелях. Сейчас немножко тусовочка поменяется. Да, давайте пару минут. Кстати, пока идет небольшая смена аудитории, мы можем, в принципе, попытаться ответить еще на какие-то вопросы. Вы можете задавать их. Только давайте микрофон. Где у нас девушка с микрофоном? Просто у нас идет запись, и чтобы вопросы ушли. Это, кстати, разработчик сквозной аналитики. Наш ключевой разработчик, очень хороший. Его тоже можно сегодня мучить, он весь день с нами здесь. Андрей Силаев его зовут. Он напоминает, что 26 числа у нас будет специальный вебинар, который мы с ним будем вести. Это будет про-вебинар. На него можно регистрироваться. Мы постараемся более подробно рассказать, как это все настраивается, как это работает. То есть те, кому это интересно, и кто хочет как партнер внедрять эту штуку, мы сможем с Андреем немножко побольше и посерьезнее рассказать об этом. Давайте вопрос. Здравствуйте. Первый вопрос. Почему сделали только колл-трекинг статический? Почему не взяли динамику? Потому что динамика – это номера, которые принадлежат нам. Это нужно делать огромный пул. Эти номера плохо отстаиваются. Есть такой прям термин у тех, кто делает динамический колл-трекинг. И очень часто, получается, я сам пытался пользоваться динамическим колл-трекингом. Мне реально, как клиенту, это не понравилось. Во-первых, все-таки люди запоминают номер телефона. Поэтому номеру телефона может быть добавлена какая-то запись. Да, раньше динамический колл-трекинг играл свою роль, потому что номер телефона реально стоил, вот вспомнить даже Bittrex, когда мы сделали первые номера по 500 рублей. Это был прям вау-эффект, потому что номер в среднем стоил 1000 рублей. Мы первые сбили цены условно. Сейчас номер на рынке стоит 200 рублей и ниже. Входящие звонки вообще ничего не стоят. То есть номер – это уже вот вообще такая штука, которая ничего не стоит. И нет смысла замарщиваться динамикой. Динамика скорее для огромных компаний, которые хотят отслеживать каждое уникальное слово. И это уже скорее всего не про Bittrex все-таки и не про нашу сквозную аналитику. Там будет настраиваться прям сложная интеграция с чем-то супер-супер-супер навороченным и специализированным. Ну, это уже не про нас. Спасибо. И второй вопрос. Колл-трекинг работает с другими операторами Manga? В данном случае сейчас 4 оператора, с которыми мы точно работаем, которые мы проверили. Это Zadarma, Manga Telecom. Ну, Zadarma точно, потому что у меня Zadarma используется. Я точно знаю, что она работает. Manga Telecom. Еще два не вспомнил. Еще два не вспомнил. Но они там были на слайде Zadarma, как раз первые. Но если у вас что-то не работает, вы пишите этим операторам. На самом деле, чтобы все заработало, нужно им дернуть один метод, один раз. То есть, если они это сделают, это очень легко. Вот Manga и Zadarma, когда это выпускали, мы сделали, запустили. У меня Zadarma не наши номера. Я к ним пишу, ребятам говорю, ребят, нам нужно запустить эксперимент. Ну, добавьте метод. Пять минут уже метод работал, я накатил обновление и все заработало. То есть, это очень легко сделать, и они это быстро поправят, и будет все хорошо. Спасибо. Спасибо за вопросы. Все-таки мы переходим пока к следующему докладу про туннели продаж. Откуда вообще это возникло? Что такое туннели? Как они работают? Обо всем сейчас расскажем. Мультиворонки. У нас недавно, в пару обновлений назад, или даже пару лет назад, появилась возможность настраивать несколько воронок внутри CRM. Сначала они назывались направления бизнеса. Для чего они вообще появились и что это такое? У любого бизнеса, даже самого маленького, мы на пилотных своих внедрениях видим, что приходят даже небольшие клиенты, но внутри у них все равно есть какие-то отдельные направления. Это могут быть вообще отдельные товары, например, они продают вещи и обувь, это разные направления, разное производство и разные стадии. Либо это могут быть даже в рамках продажи какого-то одного типа товара все равно разные менеджеры, разные этапы работы с клиентом. И, соответственно, для того, чтобы для них настроить свои стадии, свои роботы, свой какой-то процесс, необходимо построить несколько воронок. И у нас здесь мы хотим привести несколько примеров. Это примеры, опять же, с наших пилотных внедрений некоторые, чтобы понять лучше, для чего нужны воронки и когда они нужны. На примере кондиционеров. Казалось бы, все просто. Я продаю кондиционеры, продала, установила, все хорошо. Но на самом деле процесс продаж — это один процесс. Когда обращается клиент, необходимо его дожать. То есть мы получаем холодный лид, начинаем его протаскивать, либо конвертируем в сделку, либо если мы сразу в сделке, все равно есть какие-то этапы работы с клиентом до того, как он оплатит, до того, как он скажет, да, я хочу этот кондиционер. Дальше начинается следующий этап. Теперь этот кондиционер необходимо установить. И здесь работают, как правило, уже совсем другие люди, совсем другой отдел. Мне нужно необходимо созвониться с клиентом, договориться с ним, когда мы будем устанавливать, кто поедет устанавливать. То есть необходимо связаться с мастером, забронировать его время. А потом еще после этого на самом деле этап работы с клиентом не заканчивается, потому что есть обслуживание. Его нужно чистить, какие-то детали необходимо менять. И опять же клиент, который когда-то обратился и проявил желание купить кондиционер, должен вот от начала своего первого касания до самой последней точки, когда мы уже с ним завязали какой-то договор на обслуживание, постоянно проходить в СРМ какие-то этапы. И с этими этапами могут работать совсем разные отделы, разные люди. И это могут быть совсем разные стадии, документы и так далее. И самая большая проблема, что на самом деле бизнес почему хочет одну воронку? Потому что у него в голове все просто. У него воронка в голове, вот даже если взять пример напольного покрытия, это небольшая калининградская компания, которая была у нас на пилоте, там 11 человек, насколько я помню, работает. Они говорят, да у меня легкий бизнес-процесс. Продажа, производство, монтаж и обслуживание. Четыре этапа. Я говорю, шикарно. Давайте попытаемся эти этапы разбить на кучу воронок. Получилось, что у него только в продаже 11 этапов, в производстве еще больше, в монтаже этапов чуть поменьше у него аутсорс как таковой, в обслуживании еще поменьше. Но на самом деле воронка условно, я не помню, в районе 30 стадий получилась. И вот тут начинается. Мне вот как бы надо, чтобы вот тут сделка перешла на этого менеджера, потому что здесь другой, но мне нужно, чтобы он не видел вот эту сумму, потому что он монтажник и все. И вот начинается, и после этого, кстати, возникают хотелки. Давайте поля поскрываем. Шикарная хотелка. Ну ты зачем поля туда добавляешь эти, чтобы потом скрывать их? Поэтому разделив на условные вот такие вот этапы, вы отдаете, причем мы ему сделали даже этапы не просто на воронках, мы ему с учетом задач сделали. Тогда, когда нужно было на аутсорс отдать, мы просто отдавали задачу. То есть воронка завершалась, генерировалась новая воронка, создавалась задача, дальше роботами она протягивалась. То есть воронка была полностью автоматизирована. На ней просто откидывалась задача, по которой клиент что-то выполнял, аутсорсер что-то выполнял. Аутсорсер говорил о том, что задача выполнена, делался созвон менеджером, что все, пол установлен, клиент доволен, счастлив и все хорошо. Сделка закрывалась, перебрасывалась на следующую воронку. То есть получается, что бизнес, к сожалению, не всегда компетентен, чтобы понять, сколько нужно будет стадий, чтобы нормально закрыть его бизнес-процесс. Поэтому мы, чтобы облегчить такую схему, сделали, чтобы выбор был проще для клиентов и не нужно было доказывать, что вот ты не прав, потому что бизнес плохо соглашается, что он не прав, мы сделали процесс очень визуальным и очень простым, чтобы клиенты легко могли видеть, насколько действительно их бизнес-процесс будет простой. И мы убедились, то есть мы проверили на реальных клиентах о том, что это работает. Успешное внедрение CRM во многом зависит от того, как вы объясните клиенту, как ему расположить свои сделки, как ему построить свои процессы, наложить эти процессы на CRM. И мы с клиентами начали это делать, мы начали объяснять, что у вас каждый маленький ваш процесс, это ваша маленькая отдельная воронка. То есть один сценарий, одна воронка. И что мы в итоге получили? Мы получаем, что у нас воронка, которая вмещается, во-первых, на экран. Это очень удобно менеджерам, нет никаких скроллов, он сразу все видит. Иначе если уходит за скролл, то часть сделок он просто не видит, не может охватить взглядом. Здесь же все просто, он видит все этапы, видит все сделки, легко переключается между этапами. Вот тут на примере продажа, установка и обслуживание, как раз как для кондиционеров. Еще плюс в таких мелких воронках в том, что здесь сделки не задерживаются, потому что процесс долгий от продажи до обслуживания, это может быть несколько лет, это может быть 5 лет, может быть даже 10, если клиент постоянно работает с нами на тех же кондиционерах. Соответственно, сделки будут вечно висеть в этой воронке, и менеджер будет их видеть. И на самом деле создается впечатление, что постоянно здесь перегруз информации, очень тяжело работать, очень тяжело передвигать сделки, когда их здесь очень много и много этапов. Короткие воронки проще. И давай немножко добавлю еще по проблему. Вторая проблема, которая создается, когда воронка очень длинная, не работают счетчики. То есть вот все говорят, счетчики не работают. А почему не работают? Потому что 30 этапов. Какие там счетчики? Они у него там всегда 99+. Воронка огромная, невозможно со счетчиками работать, потому что вот этот вот бардак из сделок, их очень много, очень тяжело понимать, где что. Когда воронка короткая, этапов мало, реально просто легко работать по счетчикам. Вот мы сегодня вживую показывали CRM-ку, вы если видели, я зашел под аккаунтом обычного менеджера. Это не мой какой-то был специальный аккаунт. Я был реально под аккаунтом менеджера. Счетчиков было ноль. То есть у ребят реальный KPI. Счетчиков должно быть ноль, левая полоса должна быть постоянно обработана. То есть вот приупала сделка, там работала система по простой CRM-ке. Упала сделка условно в левую колонку. У вас есть там 20 минут на то, чтобы обработать этот лит или эту сделку, которая упала. Обработали, перенесли либо в обслуживание, либо кинули в другую воронку, либо еще что-то с ней сделали. Все. И тогда вы спокойно работаете по счетчикам, вы видите, сколько у вас дел, за которые нужно браться. И научив так работать менеджеров, вы легко заменяете кадры. Сегодня один человек, завтра другой, неважно. Вот есть отлаженный процесс. Он очень примитивный. И кнопочка загорелась, прореагировал. Кнопочка не загорелась, сидишь, балду пинаешь. Кнопочка загорелась, побежал что-то быстро делать. У тебя очень маленький срок на то, чтобы это выполнить. Ну и, соответственно, когда мы научились строить маленькие воронки, научили этому клиенту, рассказали о том, что да, это действительно удобно, клиенты согласились. У нас возник еще один вопрос. Ведь можно теперь настроить связь между этими воронками. Когда произошла продажа, необходимо установить этот кондиционер, к примеру. Но для того, чтобы его установить, надо, чтобы менеджер, отвечающий за это, получил сделку, получил какую-то задачу. То есть необходима такая связь между воронками. И здесь у нас как раз и возникла идея, как связать воронки, связать их с помощью туннелей. То есть туннель, который проходит от одной воронки к другой, к третьей и даже может возвращать сделки, например, с третьего этапа, если что-то сорвалось, снова на первой. Клиент проходит все эти этапы, и мы визуально видим, как он движется. То есть менеджер все это настраивающий, здесь вот на ролике сейчас будет пример, может увидеть, как движется его клиент, как из одной воронки, на каком этапе он перетекает в другую воронку. Вот так визуально это представлено. То есть слайдер, в котором мы видим воронки, и здесь же сразу можем их создавать. Это еще одна из проблем, когда клиенты просто не находят и не знают о том, что можно создавать несколько воронок. Теперь это визуально очень просто. Нажимает «Добавить воронку», автоматически добавляются все стадии. Прямо здесь можно добавлять новые стадии, удалять, редактировать, менять название, направление, стадия и так далее. И вот так просто перетаскивая визуально со стадии, ну, как правило, это будет с успешной стадии, перетащить на первую стадию следующего направления, либо, например, если наоборот что-то случилось неуспешно, можно перетащить на какую-то стадию, где будет анализ причины отмены, можно построить воронку НПС для того, чтобы после продажи, либо вообще после завершения всех манипуляций с клиентом настроить воронку НПС, где мы будем собирать обратную связь и так далее. То есть вот так визуально на одной страничке клиент будет видеть, как работает весь процесс коммуникации и движения его клиента по его воронкам. Ну и вторая наша необходимость… С листовой следующей? Ага. Это следующий ролик, который показывает вообще, как все происходило и для чего мы это еще делали. Вторая задача наша, чтобы мы могли подсказать бизнесу, как работать с повторными продажами. Сделать их визуально, чтобы люди понимали, что на данный этап падают повторные продажи, что менеджер мог в любой момент зайти и посмотреть, а вот что это такое, почему прилетают непонятные лиды или непонятные сделки, с которыми я должен работать. Робот отработал, произошло поступление каких-то данных, и менеджерам в то же время, тем, кто настраивает всю эту схему, подсказать, что есть повторные продажи, и у нас есть механизмы, которые создают эти повторные продажи, и вы можете их сбрасывать. Не всегда просто работают воронки. Иногда нужно, как в плане обслуживания, генерировать некую сделку периодически. То есть сделка на самом деле на обслуживание нужна раз в полгода, в примере с тем же кондиционером. Кондиционера нужно чистить условно раз в полгода. Я не особо разбираюсь в кондиционерах, но будем считать, что полгода. Раз в полгода должен прийти человек, который должен почистить мне кондиционер. Вот через полгода у него появилась сделка, которую сгенерировал генератор продаж. Менеджер увидел сделку, счетчик загорелся, он сделал звонок, там, Юра, у вас кондерчик висит наш, там, ну вообще полгода прошло, надо бы почистить, а то ты дышишь пылью. А ну приходи. Все, мы договорились, когда он придет, он мне ее сделал. Опять сделка короткая, она закрылась, когда он мне ее обслужил. Генератор дальше стоит. Опять тикнуло полгода, опять новая сделочка. И вот так вот постоянно, вы не забывая клиентам, менеджеры даже не осознают, откуда приходят сделки. Их задача делать простую работу. Сделка упала, там задание, сделать звонок, сказать что-то, получить какую-то обратную связь это будет вот так вот простенько работать. Ну и соответственно вообще, что такое туннель? Вот этот полукруг, горящий с единичкой 1, если кликнуть по нему, что здесь откроется? На самом деле здесь зашит наш стандартный робот, кто пользуется роботами, точно знает его. Это робот копирования сделки. То есть сделка, доходя до определенного этапа, просто начинает работать робот этого этапа, мы автоматически, когда протягивается вот эта вот полоска туннеля, мы ставим там этого робота. Если зайти в эту сделку, либо просто зайти в настройку роботов, то протянув там вот эту полоску, вы в роботах потом увидите, что мы поставили туда робот копирования сделки. Да, он немного изменился. Здесь появилась помимо направления еще и стадия, потому что мы, когда тянем, мы указываем, в какую конкретно стадию должна упасть сделка. И пока это робот копирования сделки, но на самом деле у нас существует еще второй робот, это робот переноса сделки. Например, когда первая воронка, это у нас такие холодные лиды, где есть ответственный менеджер, который дальше, например, распределяет их по другим воронкам. У нас тоже есть такой клиент с таким примером, который решил именно так выстроить воронки. То есть он подключил все каналы в одно общее направление. Ему звонят, пишут в чатах, e-mail и так далее, все падает в это общее направление. Дальше есть один ответственный менеджер, который начинает с этого направления просто перекидывать эти сделки. Для того, чтобы он не думал о том, куда, какую сделку, можно поставить таких роботов, только робота не копирования, а переноса сделки, и задать, например, по каким-то условиям, есть ли сумма там больше какого-то значения, либо есть ли какой-то определенный источник, или еще какие-то любые другие пользовательские поля, в условиях робота это можно настроить, и они автоматически будут по этим туннелям переходить в нужные воронки. Воронка одного направления бизнеса, другого и так далее. То есть таким образом с помощью таких туннелей можно не просто копировать сделку, то есть она дошла до этапа продаж, закончилась, затем мы ее скопировали, и на этапе обслуживания, например, начинается другая сделка, а можно в том числе и переносить, просто ставя робота, перенос сделки. В примере Кати это условный колл-центр. То есть у клиента несколько девчонок, которые сидят в этой воронке, они ничего не знают про этот продукт, они принимают первичную информацию и дальше раскидывают. Это нужно для огромного, это наш огромный комбинат, который производит какие-то металлические изделия. Условно у нее есть четыре направления. Частные клиенты, которые берут пару железок, небольшие клиенты, которые строят дом, это тоже частники, но у них очень маленькое потребление. Те люди, которые строят большие дома, и те люди, которые в промышленных масштабах что-то потребляют. Все условно у девочек четыре обыкновенные стадии. Кидая на каждую из этих стадий, дальше пробрасывается в нужную воронку, и нужные люди начинают отвечать правильно на вопросы тех клиентов, с которыми они связываются. Тоже как вариант взаимодействия. Ну и так как это роботы, вы можете в принципе использовать там любых роботов внутри. То есть вы сделали связку, это просто связка. Дальше настраивайте других роботов, которые там помогают перебросить нужную информацию, помогают проставить нужные поля и так далее, и так далее, и так далее. Подпинывают менеджеров. Вы можете просто дальше настраивать обыкновенных роботов и делать нужный бизнес-процесс для клиента его выстраивать. Туннели продаж. Что они делают? Они визуализируют весь путь клиента от момента его касания до последней точки. Они позволяют автоматизировать каждый этап отдельно, потому что в каждой воронке могут быть абсолютно свои разные роботы. Подталкивают запускать повторные продажи, так как опять же клиенты кто-то не находит, кто-то не совсем понимает, как и куда будут падать сделки. Здесь же все визуализировано. Подключаете повторные продажи с помощью генератора и видите, в какую воронку, в какую стадию будут падать сделки. И дают полный контроль над бизнес-процессом, потому что клиент, руководитель компании или менеджер, который работает в CRM, он заходит и визуально видит, что происходит с его сделками, как они движутся и с какой воронки в какую они перетекают. Строите правильные и эффективные продажи в CRM Bittrex 24, используйте новые туннели, помогайте клиентам строить короткие воронки. Спасибо всем. Спасибо. Давайте пару вопросов, если есть, про туннели. Есть у нас микрофон? Вот молодой человек, там вижу. Вот-вот-вот, в самом-самом конце. Следующий доклад у нас будет про центр продаж, поэтому кому интересно, проходите, располагайтесь, здесь освободились места. Юрий, Екатерина, спасибо. Когда? А на слайде у Сергея было написано, когда? Насколько помню, 1 июня, да, Юр? Да, там в районе июня. На самом деле, ребят, Сергей уже правильно сегодня сказал, очень часто функционал работает. Вот те же самые отчеты, которые есть, если вы видели на моих примерах, везде, где я открывал интерфейсы вживую, у меня отчеты были. Они уже давно существуют, они уже давно работают, мы не могли их отдать по причине того, что они создавали дикую нагрузку. Сервера просто вставали в ступор, потому что мы в реальном режиме времени собирали информацию для отчетов. Потребовалось время ребятам правильно сделать раскатку, правильно раздать клиентов, придумать правильные ограничения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как сегодня Сергей сказал, мы будем теперь непрерывно делать раскатку и отдавать функционал по мере его работоспособности. Это на нас наиболее оптимальный вариант, который хорошо работает уже в нашей инфраструктуре. Все-таки обновить 500 серверов это обновить 500 серверов. Это не так просто. Давайте еще один вопрос успеем. Последний. Подскажите, пожалуйста, такой момент, когда сделка заканчивается в одной воронке, обычно, ну по практике, до появления тоннелей, были запланированы вот те самые мероприятия, там через полгода задача построить то-то, сделать это, сделать это. Сейчас настроено несколько отдельных направлений, роботы там что-то дублируют, что-то копируют. Соответственно, вопрос, будет ли поправлена статистика, а и аналитика на основе того, что одна и та же сделка по одному и тому же клиенту будет плясать туда-сюда, и сохранятся ли задачи, запланированные на будущее, которые сделаны, например, в первичном тоннеле, в первой воронке. Если вы ставите робота перенос сделки, то, конечно, все, что было запланировано по сделке, весь таймлайн, что было выполнено, то есть вы сделку целиком переносите. Если же вы копируете сделку, то сейчас пока у нас копируется без запланированных дел, без таймлайна, но мы планируем сделать настройку, чтобы вы могли выбрать, что копировать, копировать ли товары, переносить ли эту сумму, копировать ли всех клиентов этой сделки, либо вы, например, хотите выбрать и поработать только с одним главным клиентом, не перетаскивая всех остальных, кто там участвовал, там может быть юристы, еще кто-то. Позже мы планируем расширить вот этого робота копирования, чтобы можно было выбрать, что копировать, а еще чтобы можно было заполнить какие-то поля автоматически, то есть при копировании сделки, здесь, например, это поле не было заполнено, но вы хотите написать менеджеру задание или оставить какой-то комментарий внутри этой сделки. Планируем расширить этого робота. Но еще раз, это будет именно расширение этого робота для простенькой настройки. Сейчас уже это можно сделать, и вот у меня сделка копируется в направлении анализа эффективности работы компании, то есть мы собираем обратную связь от клиентов, и туда перебрасывается та информация, которая мне требуется. Это просто делается отдельными роботами. То есть в моем случае это не один робот отрабатывает, отрабатывает некая серия роботов, которая перебрасывает необходимую информацию для вот этого сбора анализа. И это можно сейчас уже настроить. Просто при схеме кати будет легче сделать. Это будет одна область, в которой вы выбирали, что вы хотите перенести, и она именно перенесется. Ну, мы переходим к следующему докладу. Опять же, если у вас остались вопросы по туннелям продаж, это новая вообще абсолютно вещь, и для нас новая. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Насколько вы считаете, да, это круто, это классно. Может быть, кто-то уже своим клиентам рекомендует строить мелкие воронки, короткие воронки, уже использует роботов. Подходите, будем рады все это с вами обсудить, получить от вас обратную связь, и, может быть, сразу на этапе, пока мы еще это делаем, заложить уже что-то, что мы, может быть, не планировали, а вы нам подскажете. Пока переходим к следующему докладу. Следующий доклад — это центр продаж в вашем Bittrex 24. Принимаем оплаты прямо в чатах. Вообще немножко вступление про интернет-продажи. Являясь экспертами интернет-продаж, потому что у нас есть еще другой продукт Bittrex управления сайтом, где мы анализируем клиентов, мы знаем, как меняются интернет-продажи. Мы считаем, что сейчас они очень сильно меняются. Люди уже сегодня предпочитают общаться в чате и покупать в чатах. То есть люди пишут вам на сайте, люди пишут в ВКонтакте, в Фейсбуке, в чатике не просто для того, чтобы уточнить какую-то информацию, а прямо там хотят получить интересующий их товар либо услугу. Но текущие способы оплаты, то есть какой есть минус в текущих чатах, там нельзя оплатить. Текущие способы оплаты не адаптированы под мобильные телефоны. То есть как только клиент говорит, что да, я хочу купить, либо да, я хочу получить вашу услугу, что сейчас происходит? Бизнес вынужден отправить этого клиента. Где-то перевести на Сбербанк, где-то использовать еще какое-то приложение, там счета выставить и так далее. Для клиента, конечно же, все это сложно, потому что в последнее время, в современном мире время у нас играет ключевую роль, время — это очень дорогой ресурс, и не только бизнес, но и клиент, покупающий товар, хочет все сделать быстро. Именно поэтому они быстренько пишут в чате, хочу купить, у вас такое есть, да, есть, все, отлично, хочу оплатить. Скорость играет важную роль. Даже если у вас есть сайты, вам в принципе есть куда перебросить клиента, это тоже не работает, потому что клиент, получая ссылку даже на правильный товар, который он должен оформить, он вынужден заполнять полностью заказ с нуля. Он должен указать свои контактные данные, не дай бог еще зарегистрироваться, остались такие ретрограды. Он идет по полной цепочке регистрации на сайте, на оформлении заказа, и попадая на схему оплаты, он еще и упирается в схему оплаты, которая интересна не для мобильных устройств. Когда нужно заполнить карточку, и представьте ситуацию, вы сидите, вот как сегодня в красивом ролике показывали, девочка сидит в кафе, ей нужно карточку заполнить. Я не верю, что в сумочке у нее есть карточка, особенно если она современным телефоном пользуется, и там есть либо Apple Pay, либо Google Pay, она уже привыкла прикладывать свой телефон, и она точно карточку не найдет. На сайте редко есть такие современные способы оплаты, и клиент с высокой долей вероятности просто уйдет. Конверсия будет низкая, потому что он просто не сможет оплатить. Он хочет, у него есть потребность в вашем товаре, но вот забивать карточку он просто с телефона не может. Поэтому нужны специальные способы, адаптированные способы оплаты, о которых мы сейчас поговорим. Да, ну у нас здесь есть слайд онлайн-покупка, глазами именно покупателя. Что они хотят? У них нет времени ходить по сайту и что-то искать. Конечно же, они хотят оплатить здесь же в чате, где они, собственно, общаются, все узнают, все, хочу купить. Они хотят очень быстро записаться на нужную услугу, причем очень часто без разговора по телефону менеджеров. Мы все чаще, в принципе, даже за собой замечаю, все чаще я лучше напишу, что вот мне нужно то-то, то-то, когда это можно сделать, чем я буду звонить, потому что по телефону тратится сильно больше времени, нужно найти время, куда-то выйти, поговорить и так далее. И, соответственно, быстро оплатить без банков, счетов и так далее, конечно же, было бы идеально, если бы это все было прямо в чате. Соответственно, бизнесу необходимо адаптироваться под эти потребности клиента, быть современным для своего клиента, для того, чтобы, собственно, и быть конкурентным перед своими конкурентами. То есть нужно общаться через удобные каналы, это то, что мы сегодня уже делаем, мы умеем подключать все мессенджеры, социальные сети, где менеджер сидит в одном чате и дает возможность клиенту обращаться через любой канал, который удобен конкретно ему. Нужно быстро уметь предложить интересующий товар, так как клиент не любит ходить по сайту, с мобильного телефона это делать неудобно, соответственно, он может вам написать, я вот хочу красные туфли. И менеджеру необходимо быстро среагировать и показать все модели, которые есть в его интернет-магазине. Дать возможность записаться на услугу онлайн, опять же, быстро. Во-первых, здесь экономится время менеджера, во-вторых, экономится время клиента. И принять оплату по месту, не отправляя клиента, потому что на этом этапе очень часто можно потерять клиента. Когда меня просят где-то оплатить, перевезти там на Сбербанк и так далее, как приводит пример Юра, если этого у меня нет под рукой, у меня нет сейчас карты, то все, я скорее найду либо другой магазин, либо вообще, если это пока для меня не так срочно, просто отложу покупку. Исходя из всего перечисленного, мы выделили 4 основных сценария, которыми нужно постоянно пользоваться клиентом и которые они ожидают от бизнеса, который их должен предоставлять. И эти 4 сценария мы решили объединить в один общий инструмент. Первый сценарий – это… Частые вопросы. То есть часто, обращаясь в компанию, мы спрашиваем, а есть ли у вас доставка? А как я могу оплатить? А где вы находитесь для того, чтобы оценить вообще, я могу подъехать в этот магазин или нет? Соответственно, я должен очень легко и просто отдать эту информацию клиентам. С мобильного телефона поступил вопрос. Мне нужно срочно найти эту информацию, найти ее клиенту. Клиент не будет бегать по сайту, искать, а где же там адрес, по которому я должен приехать, чтобы что-то забрать. А как же я могу оплатить? А есть ли удобные способы, которые я должен оплатить? А как я могу записаться там еще куда-то или еще что-то сделать? Соответственно, я должен, написав менеджеру, получив от него быстренький ответ, получить страничку на ту информацию. Она должна быть коротенькая, отвечать только на мой конкретный вопрос, либо являться разводящей некой страницей, которая отвечает на те вопросы, которые клиент может в целом задать. И мы собрали такие странички. Эти странички могут быть, как на наших сайтах Bittrex24 сделаны, так это могут быть страницы буса. В принципе, вы можете указать вообще любую страницу, сделанную вплоть там на джумбле, на вордпрессе и так далее, так далее, так далее, так далее. Неважно, какой сайт вы укажете в этих страницах. Он будет отображен вот в таком фрейме, чтобы менеджер не ошибся, то, что он отправляет. Он может полистать эту страничку, понять, что действительно эту информацию хочет клиент, или на этой страничке есть информация, которую клиент запрашивает, и просто ее отправить. Страница улетит клиенту, он на ней будет смотреть, принимать решения и так далее. Естественно, страницы нужны адаптированы, быть под мобильные устройства. И страницы нужно, конечно, сделать такими, чтобы они были удобны. Если вы посмотрите потом, когда это выйдет в продукте, наши страницы даже не рассчитаны на большой десктоп, потому что мы считаем, что это чат, а так как это чат, ну нет смысла делать какую-то там широкую, огромную страницу. Все страницы очень узкие, адаптированы и заточены изначально под мобилу, и работают они в основном хорошо только на мобиле. На большой версии это просто будет растянутая страница мобильная, которая была показана клиенту, и менеджер ее в таком виде видит. Так это красивые речи, клиенту тоже приятно, он может это получать и это смотреть, и плюс мы имеем возможность дальше выпустить много-много разных роботов, которые будут строить диалоги такими же способами. Робот задает некий вопрос, на этот вопрос ответ происходит в виде вот такой странички, и вы сможете прямо управлять даже ночью, когда менеджеры не сидят в чате, тоже они будут получать люди какую-то информацию, хотя бы информационную. Следующий сценарий это, конечно же, оплата в чате. На текущий момент это вообще, мне кажется, самый больной для клиента сценарий, и для бизнеса, где мы теряем клиента, и для клиента нужно куда-то идти, как-то оплачивать, причем у разных магазинов эти оплаты разные, кто-то строго только через сайт, по карте, кто-то там разрешает на Сбербанк, но опять же здесь бизнес в принципе когда-то, если он там не зарегистрирован, рискует. Поэтому для клиента сегодня это проблема. Как же оплатить? А рискуют все больше и больше, потому что в том году, к концу года, Сбербанк, насколько я знаю, заблокировал полтора миллиона карт. Это была официальная информация. Около полтора миллиона карт было заблокировано из-за вот этих частых платежей на карточку. Да, я не знаю, передали они эту информацию в ФНС и будут ли какие-то там акции против этих людей сделаны, но то, что карточки больше не работают, это факт. И были ли на них какие-то деньги и вернут ли эти деньги после того, как они там остались. Сбербанк тоже никто не знает. Поэтому рискованная операция принимать вот так вот деньги. Вы все-таки бизнесы, должны деньги принимать каким-то нормальным способом. Поэтому мы сделали два решения на данный момент. Это из того, что было доступно. Мы сейчас делаем Google Play и Apple Play. С ними просто посложнее. Мы хотим сделать так, чтобы не требовалось создавать специального мерчанта. Мы выпустим уникальную конфигурацию или уникальную интеграцию, которая не нужно будет получать Apple-овский разработческий аккаунт, что достаточно получить очень сложно. Там регистрация сложная на английском языке. Фиг объяснишь этим Apple-овцам, что вы от них хотите. Хотя там на самом деле не так все и сложно. Но бизнесу тяжело. Плюс нужно платить деньги каждый год за этот разработческий аккаунт. Мы сделаем так, чтобы аккаунт не требовался. Пока мы выпустили Альфу, такая немножко посредственная конфигурация. Надеюсь, ребята нас услышат и немножко ее изменят. Она немножко неудобная в том плане, что требует переход в их приложение и, к сожалению, не в мобильное, чтобы подтвердить эту оплату. Но хотя бы счет можно получить, чтобы его оплатить через Альфа-клик. Второе приложение прекрасное, Сбербанк. Вот все говорят, закостенелая компания. Прекрасная компания, прекраснейшая прям вот возможность современная, рассчитанная под мобильные устройства. Приходит смс, на которую условно надо ответить «да». И все. Деньги списываются с вашего аккаунта Сбербанка. В один клик любой человек сделает. Мы делали реальный эксперимент на живых людях. 30% конверсии, рост. Это просто прекрасно, потому что клиент, который пытается оплатить через сайт, через карточку, пытаясь ввести эту карточку, и у него не получается, он злится и уходит. И тут просто нужно ввести свой номер телефона, который он точно знает, и на пришедшую смс-ку сказать «ок, хочу оплатить». Все. И деньги будут списаны с его аккаунта, все хорошо. Это легко, быстро, просто. В этом плане Сбербанк молодцы. Ждем Apple Pay, Google Play будет вообще хорошо. Пальчик приложил, и деньги тоже списались автоматически. Что самое классное в этом всем, что клиент может оплатить в любом чате. То есть вот такую ссылку на оплате он получает не только через наш онлайн-чат, а в любом чате, через который обращается. Написал он вам в Вайбере, Вконтакте, в Фейсбуке. В любом чате он по этой ссылке переходит и оплачивает. Да, вот пример как раз Сергей, который показывал сегодня на слайде. Это был WhatsApp. Мы вчера ночью уже воткнули слайд. Это в 5 часов клиент оплатил через WhatsApp. Еще и говорил, что у вас все так хорошо, как в Москве прям. Ну ладно, хорошо. Будет как в Москве, правда, это Калининград. Ну ладно. И третий сценарий это запись на услугу. Здесь опять же на самом деле тратится очень много времени, чтобы записаться на стрижку, либо поменять шины к зиме. Ты звонишь, начинаешь узнавать. Тебе говорят, если это стрижка, вообще все сложно, потому что тебе нужен конкретный мастер. Это у девушек все сложно. Согласовать это время, подобрать свое время. То есть ты в этот момент разговариваешь по телефону, но тебе нужно иметь перед лицом календарь для того, чтобы понять, а ты вообще свободна в это время или нет. Затем узнать, свободна ли мастер, которая тебе нужна в это время. В итоге телефонный разговор превращается во что-то очень долгое, длинное. Я вам перезвоню, я сейчас уточню, свободна я или нет и так далее. Все должно быть, конечно, для клиента сегодня сильно проще. И для этого есть онлайн-запись, когда клиент сам заходит на сайт, либо в чатике вам написал, менеджер ему кидает опять же ссылочку с формой, где клиент сразу будет видеть занятость своего мастера. Причем можно даже сделать уникальные формы, не одну форму положить. Если у меня, например, четыре мастера работают, четыре девчонки, которые там делают стрижку, я могу прямо по четырем девчонкам сделать четыре странички с конкретной формой. И кидаю эту форму Кате, вот она предпочитает, я не знаю, у Маши стричься. Вот Маша, вот регистрируйся. То есть она заполняет минимум полей, мне не нужна идентификация Кати, а формы будут иметь идентифицировать клиента, и, соответственно, я не буду спрашивать ни телефон Кати, ничего Катиного. То есть зачем? Я ее и так знаю, я с ней в чате общаюсь. Она у меня уже что-то, какую-то услугу покупала. Поэтому форма будет составить условно из того поля, а когда она хочет, а каким лаком она хочет условно там волосы покрыть, или краску, какой она там, какой цвет выбрать. Все, она ответит только на те вопросы, которые интересуют в данный момент времени. Сделка будет создана мгновенно, и Катя запишется на нужное время. Здесь экономится время как клиента, так и менеджера. Менеджера время здесь вообще даже исключается. Ему не нужно сидеть и долго общаться с клиентом. Он просто бросил ссылку, в итоге получил уже сделку. Причем такую хорошую, горячую сделку, раз клиент записался, вероятность того, что он воспользуется этой услугой, конечно же, просто огромная. И четвертый сценарий это подбор товаров. Это то, о чем мы говорили, что сегодня с мобильного телефона все больше клиенты заходят на сайт для того, чтобы что-то купить. И, конечно, с телефона очень сложно искать товары, подбирать, ходить по этим каталогам, много страниц. Все это неудобно, некомфортно. И опять же, клиент скорее здесь обратится в чате и просто спросит у менеджера, мне нужен такой-то товар, помогите мне. И что делать в этот момент менеджеру? Здесь, опять же, для него будет очень удобный интерфейс, где он сможет быстро в каталоге подобрать интересующие клиента товары с помощью быстрого фильтра. Например, в нашем примере это игрушки, насколько я помню. То есть он быстро подбирает, клиент сказал, я хочу там, не знаю, подарок мальчику, либо хочу конкретный кубик-рубик. Менеджер быстро это подбирает, формируется страничка, на которой будут только те товары, которые интересны клиенту. Эта страничка отправляется ему в чате, он смотрит, выбирает нужный товар. Здесь исключается весь этот сложный путь со страницы оформления заказа, где, опять же, нужно заполнить кучу информации о себе, подтвердить заказ, корзина, вот это вот все. Здесь еще убегает навигация, потому что даже если вы клиенту дадите правильный раздел, вот он спросил у вас, не знаю, кубики, вы ему дали кубики, но фильтр все-таки там стоит по всем кубикам, там будут кубики-рубики, кубики-конструкторы, кубики еще какие-то. То есть клиенту нужен конкретный суженный экземпляр. Да, понятно, у вас на странице есть некий фильтр, который клиент теоретически должен догадаться и его включить, но его раздражает, он не хочет пользоваться вашим интерфейсом, он не хочет ничего изучать, он хочет получить ту подборку, которую он именно в данный момент жаждет купить. А почти все покупки спонтанные. Редко бывают покупки, особенно кубика-рубика, какие-то запланированы там за месяц, я вот гадал, вот мне кубик-рубик, надо, я его хочу, я готовлюсь на него. Это спонтанная покупка, я где-то увидел, блин, надо ребенку подарить. Раз зашел, быстро купил. Поэтому создав вот такую страничку, вы дадите возможность опять-таки увеличить конверсию вашему бизнесу или клиентам, которых вы обслуживаете, чтобы была как можно большая конверсия. Вы отвечаете на вопрос конкретно этого человека, делаете быструю подборку, клиент выбрал, нажал купить, все, оплата произошла. Вот такие четыре сценария сегодня предлагаем. Мы внутри Bittrex24 экономят время менеджеров, экономят время клиентов и дают клиенту самое главное вау-эффект для его клиентов. То есть, когда вы своему клиенту будете показывать о том, что вот так теперь легко в чате оплатить, в чате бросить страницы, на самом деле это вызывает прям восторг и восхищение, потому что это те боли, такие места, которые сейчас проблемны, которые все знают, все чувствуют. И, конечно, когда они видят их решение, то это прям вау. Bittrex24, центр продаж. Все очень легко подключается, работает в любом чате. Опять же, повторюсь, это не наш чатик, не только онлайн-чат на сайте, это абсолютно любой чат, через который обращается к вам клиент. Идеально на мобильных устройствах, потому что все странички в первую очередь мы создаем под мобильное устройство. И поддержка современных мобильных платежных систем. Именно оптимизированных на работу с вами. На данный момент, повторюсь, это Apple, господи, Apple Pay, хочу Apple Pay. Сбербанк это и Альфа-Клик. Ну, Альфа-Банк и с их Альфа-Кликом. Но, конечно, идеальное решение это Сбер. Единственная проблема, что почему мы еще немножко задерживаем выпуск, Яндекс, через которого делается интеграция, еще не до конца реализовал этот сценарий. Он у них тоже только-только вот выходит. Фактически мы инициировали этот сценарий, чтобы ребята договорились, все-таки они теперь Сберу принадлежат. Вот, они его тоже выпускают, и это будет возможно. То есть у них появится два прям раздельных способа оплаты. У них уже есть Сбербанк онлайн, который все-таки требует мобильного приложения. И вот они новый сценарий добавляют смс-овский, который прям очень интересный, очень легкий. На этом все. Всем спасибо. Вопросы? Есть у нас микрофон. И сориентируйте, пожалуйста, по времени. Да, вопросы у кого были? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы девушка могла подойти. Ну, ко всем давайте, сколько успеем. А по времени? Вопрос. Кассовые чеки выдает ваша система или подключается как-то к онлайн этим? Да, там на дне интернет-магазин. То есть вот за вот этим всем внутри там интернет-магазин обыкновенно обрабатывается. Мы поддерживаем для облака. Мы будем поддерживать два способа оплаты через чеки. Это две схемы работы с онлайн-кассами. Плюс вы через Яндекс тоже сможете оплачивать через их систему, которую они поддерживают. Через нас это будет OrangeDat и Atol Online. То есть вы можете любого из этих операторов подключить и пользоваться. Для коробки мы будем использоваться и другие способы поддерживать. Еще два. Это 1S и возможность подключения напрямую кассового аппарата прямо к системе. Для оба, к сожалению, только онлайновые платежи. Еще вопросы? Юра, я так понимаю, что это решение только для B2C рынка. А для B2B, например, подключить туда генерацию счетов, документов? Да, это не вопрос. Мы вот в этой схеме будем развивать именно роботов. Это прям важная составляющая. Причем неважно здесь для B2C, для B2B. И вы сможете условно выставлять счета, отправлять клиентам. И мы на счетах тоже проапдейтим подключение этих способов оплаты. Единственная проблема, что счета редко оплачивают как-то онлайновые. У нас пока в бизнесе не развита оплата карточками. Как-то не работает она пока нормально в бизнесе. Хотя сейчас и Сбербанк, и Альфа эти карты чуть ли не бесплатно раздают, то есть чтобы люди пользовались. Но пока этого как такового нет, и бизнес пока не платит так. Поэтому вам проще в чат просто выставить какой-то счет, который как-то будет оплачен где-то. Здесь же все-таки вся схема рассчитана больше на рынок B2C, когда есть спонтанное желание что-то сделать, ему быстренько это желание подрезают, берут денежки с него, и все, и деньги мы получили. Карточки товаров, которые в центре продаж подвязываются, это товары, которые именно загружены в Bittrex24. Извините, не увидел вас. Да, это каталог CRM. Мы объединяем каталоги, делаем их универсально. Это у нас общий будет каталог, каталог интернет-магазина внутри облака, каталог CRM. Это будет полностью один каталог. И фактически это карточки… То есть это то, что мы можем загрузить либо из 1С, либо из буса. Да, да, да. С любого источника, который будет поддерживаться вот в бусе условно, будет поддерживаться внутри Bittrex24 в облаке. Ну и в коробке тоже. А как же количество учетов? Какие проблемы с количественным учетом? Ну, он там есть, его надо включить. Не все знают просто. Мы так вот сильно затарили, потому что там каталог пока до конца не доделан, мы поэтому не хотим его сильно афишировать. Он там есть, но, блин, вот он еще другое, еще другое, еще и там включается. Поэтому пока сложно. Да, он уже, говорю, есть. Просто мы его специально спрятали, потому что каталог, ну, идет, реструктуризация каталога. Мы боимся, что бизнес начал прям сильно применять это дело. Потом будет тяжело какие-то изменения делать. Мы хотим прям каталог сильно упростить. Все-таки B24 – это не буст. Там немножко другая структура. Хочется попроще вводить данные. Мы прям занимаясь, уже нарисован полностью новый каталог. Прошла вся вот… Ой, утверждение у… Ой, хос, господи, блин. У Иры Тушинского по разработке. То есть мы все утвердили, Юра все одобрил. Вот осталось только отдать в разработку. Наверное, к следующему релизу это уже будет реализовано. А, во-во, нет связи со сделками. Да, вот видите, вот не прошли мы еще, оказывается. Хорошо, Юра есть. Фу, слава богу. То есть вот он как только отпустит в разработку, вот можно, да. Лучше него никто не знает. Коллеги, спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо.